Девочки, здравствуйте! Всех приветствую! Сегодня я сняла наконец-то свой старый лак. Вот такие у меня ноготочки под лаком были. В принципе, от слоек нигде нет, все нормально. И теперь мне надо определиться с лаком. Я хочу нанести лак, но я буду, наверное, это делать сама, не знаю. В принципе, у меня видео уже есть, где я выкладывала, как я делаю. И я думаю, что я вот эту ручку сейчас буду делать. Но я не знаю, выложу я видео, как я наношу гель-лак или нет. Я посмотрю, как у меня будет это. Это я еще не сделала здесь на выбор, что я буду делать и какой дизайн я буду делать. Ну, давайте начнем. Значит, это у меня начало. Дальше продолжение следует. Так, девочки, продолжение у меня идет. Сейчас немножко камеру пониже сделаю. В общем, посмотрите, сейчас покажу вам. Сделала я вот эту ручку. Амбре, да, делала вот этой кисточкой. Такой вот. Это она у меня новая, я ее использовала. Но вот видите, у меня что получилось. Неплохо, да. Стемпинг потом, я думаю, что я сюда еще сделаю. Сейчас будем вместе вот эту ручку делать. Видите, как получилось. Еще не покрывала топом. Просто только сделала, белый лак смешала с гелью, с прозрачным. Такая вот у меня красота получилась. Вот, может, где-то немножечко полосит. Но топом вскроет и, в принципе, стемпинг у меня будет. Я думаю, что будет все нормально. Так, давайте начнем эту ручку вместе делать. Вот, сейчас я протираю, значит, жидкостью для снятия липкого слоя. Ну, у меня липкого слоя нет, просто чтобы убрать жиры всякие нам ненужные. Да? Вот. Чтобы хорошо все у нас держалось. Видите, ноготочки у меня как выросли. Это свои, это не нарощенные. Это у меня все свое. Я радуюсь, что у меня не такие. Не хочу больше наращивать. Так, возьмем вот такой вот гель. Это называется гель опция. То, что я сделала. Это я купила его в России, когда была. Вот, видите, какой. Может, кто-то знает. Я, например, эту фирму не знаю. Я не знаю. Это российская наша фирма. Видите, какой. Так что, посмотрите. Может, у кого-то есть? Мне нахвалили, когда я его покупала. Была в магазине специализированном специально. Сказали, что очень хороший. Мы посмотрим, как он будет у меня держаться. Так, давайте будем наносить. Так, насочнём с мизинчика. Тоненьким слоем. Так, я думаю, что у него, наверное, ничего не видно. Как бы мне так удобнее сделать. Всё, додвинусь сейчас. Мне самой неудобно и ничего не видно. Наносится он очень хорошо. Само выравнивается. Приятный гель такой. Я им первый раз пользуюсь. Ещё ни разу не использовала. Ни в каком дизайне. Считаю, он у меня стоит уже год, наверное. Приятный такой. Не пахнет ничем абсолютно. Сонечка, туда нельзя. Но мне тут ходит, царапает что-то. В спальню хочет зайти. Так. Видите, как. Цвет у него, видите, какой интересный. Непонятно даже. Такой вроде тёмный, кажется. Когда я его наношу, он совсем светленький-светленький. Будет зафиксировать немножко в лампе. Ладно. Сразу сделаю потом. Он не растекается, самовыравнивается. Не знаю, конечно, фирму эту. Сказали хорошая. Потому что девочки в магазине стояли. У них тоже на ручках был нанесён этот гель. И они его очень хвалили. Фирма у него, по-моему, написано Россия, Воронеж. Тон это номер два. Очень легко наносится. Такой, знаете, классный. Камуфляжик такой. Да, он камуфляжик и идёт. Не как гель. Не строительный камуфляжик. Тут у меня кошечка моя. Мы вчера котёночка последнего отдали. Тёмную девочку. Которая шоколадная оставалась. Её забрали. Тоже в хорошие руки все котятки попали. Так что, ну, всё нанесла. Сейчас просушу, девчонки. Я 30 секунд просушила. Не знаю, вроде там написано, что этого достаточно. Сейчас пальчик большой мы на нём сделаем. Я вообще купила их 4 штучки. У меня ещё транспарентный, такой прозрачный есть. Потом есть как пинг, немножко розоватый. И вот этот вот цвет. Потому что я не могла определиться со цветом, какой мне цвет взять. И я решила сразу взять все. Потому что думаю, они мне пригодятся. Ну, всё вроде как. Всё, просушиваю. В общем, девочки, вот я нанесла. Сейчас я второй раз слой буду наносить. Просушила. Вот они, вот эти баночки. Вот этот транспарентный. Вот этот вот другой тон, первый тон. Он розоватый такой. А это немножко ещё такой потемнее. Он третий тон. А это вот, которым я делаю второй тон. Так что вот. Сейчас, девочки, я быстренько второй слой нанесу. Так, всё нанесла второй слой. Девчонки, смотрите. Очень гель понравился. В лампе нить печёт. Это вообще отлично просто. Так, смотрите. Если кому-то надо, может быть, у вас в России такой есть. Ну, я думаю, что есть. Потому что это российская фирма. Вот эти гели сейчас так поставлю. Вот теперь, девочки, что я беру? Всё, второй раз я покрыла. Теперь мне надо сделать амбре такое. Теперь я беру транспарентный, прозрачный. Вот этот вот. Этой же фирмы. Видите, он какой. Беру вот такую штучку. И выкладываю немножко геля сейчас. И вот этот лак белый я беру. Ну, вот эта фирма. Вот эта вот. У вас такой нет. Это как майка называется. Фирма белый. Немножечко его. И так вот. Что-то нам сделать. Много не надо. И возьму вот этого геля чуть-чуть. Гель очень хороший, классный. Такой, смотрите, какой. Я сейчас это всё смешаю. Вообще, мне понравился. В общем, очень блеск хороший даёт. Такой очень понравился мне он. При смешании. Даже если и фирмы разные, всё равно нормально. Я считаю, что всё смешивать можно. Не знаю, насколько мне. Я правильно думаю, нет. Я думаю, что да. Так. Теперь мы вот так размешиваем немножечко. Нам надо под цвет какой. Что-то сильно белый мне не надо. Такой молочный. То, если что, можно немножечко беленького добавить. Всё. Смешали. Теперь я вот эту кисточку беру. Ну, мне немножечко вот эту соберу. Так. Всё. Так, кисточку. Мне вот эта кисточка очень понравилась. Ей удобно очень делать. Она очень лёгкая в работе. И классная. Вот сейчас жду другую. Это специально, да? Для амбре. Как же называется-то? Господи, забыла. Аэропуфинг, да? По-моему, да? Я его выписала. Вот не знаю, как он будет. Но вот эта мне очень понравилась. Очень легко делать. Ну, посмотрим сейчас. Посмотрите, как я делаю. Так. Я думаю, что вам видно хорошо, да? Так, видно, не видно, видно. Сонечка, не упади, смотри. Она у меня тут сидит рядом со мной. Животик так у неё уже видно конкретно. Толстая, чтобы не получилось. Ножечка вот так, как бы сглаживать. Видите, плохо видно. Очень удобно. Очень удобно. Ладно, достаточно этого. Ещё раз берём другую ноготочку. Очень удобно делать. Кто не делал, попробуйте. У кого, может, нету или есть, классно. Мне понравилось. Очень легко это делается. Первый слой я такой полупрозрачный сделала. Я хотела с блёсточками сделать, но блёсточки можно всегда добавить, сделать. Хочу так. Надоело что-то мне. Тёмное, яркое. Всё, хочу что-нибудь такое. Само выравнивается немножечко, потому что это... Видите, всё равно есть, да? Видно, что это как бы отличается. Сейчас я просушу это 30 секунд. Мы повторим. Я вот здесь на три раза делала. Так, девочки, просушила я. Видите, немножечко отличается. Ну, так вот равномерненько вроде. Потому что потом ещё топ будет. Сейчас я немножечко больше белого беру чуть-чуть. И смешиваю. Видите, как? Чуть-чуть побелее сделала. Чуть-чуть побелее. Даже много это. Здесь немножечко. Так вот. Чтобы у нас переход плавненький был. Так. Ну, если что, можно всегда подправить. Ничего страшного. Сильно сразу не старайтесь это сделать. Ну, как... Чтоб переход был... Ну, как бы так сразу ярко. Лучше на три раза немножко сделать. Сейчас пока я это буду делать. Вот так немножечко лак разойдётся. Само выровнится. Вот так вот. Так вот. Видно, хоть что-то нет. Так, немножечко здесь, ой, пальцы трясутся. Вроде ровненько, не знаю, может мне так кажется, вроде ровненько. Вроде вот так, ничего, сейчас немножечко лакота, вроде пойдет поярче на этой руке. Сейчас немножечко выровняется, здесь как-то пузыречки немножко. Видите, он прям выравнивается. Так, девочки, сейчас я просушу 30 секунд. Девочки, я просушила, да, вот это вот два раза. Сейчас я вот этот большой пальчик сделаю и будем наносить. Я еще ни разу по мне не нанесла. Если много красочки, можно вот так взять, немножечко потоптать, как она уходит. Да, чтобы это много не навозюкивать сразу с первого раза. Потому что много нельзя, иначе будет это слишком много. Ну вот, вроде как, хватит. Вам видно, вам не видно ничего было. Ну вот, смотрите, видите, я вот так, надеюсь, поделала. Такими движениями. Сейчас она немножечко самовыровняется. Я ее просушу. Все, сейчас девочки просушили. Все, я просушила. Сейчас мы берем второй раз. Посильнее уже немножечко возьмем. Чтобы это побелее. Очень хорошо делает. Видишь, она там немножечко крупиночками так получается. Оно чуть-чуть-чуть постоит, оно разравнивается. Разравнивается. Так, ничего, мне очень даже нравится. Симпатично получается. Так. Видите? Сейчас еще третий раз сделаем. Сейчас просушу. Все, я просушила. Сейчас будем третий раз наносить. Уже посильнее немножко, видите, чтобы одинаково было. Так. Отсюда ничем. Тут немножечко края, чтобы это... Ну да. Немножко так. Мне так неудобно делать это. Тем более это омбре. Так вот. Вроде как ровненько. Я говорю, еще ток будет, потом еще стемпинг. Оно там вроде разравняется. Все, не видно, ничего не будет. В принципе, нормально все. Сейчас я просушу. Он немножечко вот так стоит, видите, одинаково. И он начинает выравниваться. Так, ну и все, девочки, просушила. Видите, как получилось. Ну, в принципе, одинаково. И теперь я сейчас еще третий раз здесь нанесу, чтобы немножечко было поярче. Так, с мизинчика начну. Чуть-чуть поярче кончики. Ну, я имею в виду. Сильно нельзя, многое. Иначе оно сразу ярко будет и густо. Чуть-чуть. Вот это у меня волосинка какая-то попала здесь. Окошек от моих. Все, это волосня кругом. Так, ну все вроде тут ровненько. Да, вот здесь только. Теперь дальше идем. Попробуйте очень легко. Без проблем. Легко делать. Немножко посильнее белого беру. Немножечко посильнее надо. Больше беленького. Я тоже боюсь переборщить, чтобы потом не было это перехода сильного. Ну, так же одинаково надо сделать. Ну, одинаково теперь. Так. Немножечко на носа здесь. Так, вроде одинаково, да? Так, дальше беру. Так. Так. Конечно, вы оставляете вот так открыт, и надо прям идеально делать. А если вы штемпинг, то есть, извиняюсь, хотите сделать. Сейчас немножечко уголчу здесь, подмажу. То это все где-то там ваши эти недостатки, оно прикроется. Оно не видно даже, абсолютно не будет. Где-то вы чуть-чуть напортачите, где-то ничего страшного. Ну, вроде ничего. Здесь уголочек только. Ну, ладно. Немножко потом. Так, в принципе, это. Мне прям понравилось это делать. Одинаково вроде получается. Можно любой лак, любым цветом это сделать. Мне даже сейчас нравится, как опал вот делают, да? Под опал тоже можно немножечко такой добавить, как же, втирочку жемчужную. Будет как опал. Вот очень красиво. Сейчас, девочки, я просушу. Девочки, ну вот все, я просушила. Вот так вот у меня получилось. Видите, все одинаково с этой ручкой. Где-то эти пальчики, я думаю, одинаково. Топом покрою ее, ну, сравняется. Стемпинг еще сделаю. Еще не подумала, что я хочу сделать. Сейчас я немножечко намочу ваточку и протру, да? Посмотрим. Так, пальчики вроде остыли. Все, видите, как. Теперь думаю, какой бы мне стемпинг сделать, чтобы мне сюда сделать бы. В общем, вот так получилось красивенько. Так, проложение следует. Не, не прощаюсь. Будем вместе стемпинг делать. Сейчас подумаю, что. Еще не знаю пока. В общем, красивенько, да, получилось. Вот, девочки. Такие вот ноготочки красивые. Мне нравится. Дальше буду думать, что делать. Так. Ну, что я все сделала, да? Покрыла. Здесь вот эту ручку сделала. Смотрите. Стемпинг лак сделала. Сделала втирочку вот такую вот русалочку. И, в общем, покрыла топом. И давайте сейчас эту ручку то же самое мы сделаем. Такой вот дизайн. Мне очень нравится. Он симпатичный. И эту ручку то же самое будем делать. Сейчас втирочку сделаем. Русалочку вот эту. Я делаю на гель-лак. Топом я это не покрывала. На холодный. Потому что я не хочу, чтобы ярко сильно было. Такой бледненький. Видите, тут получился. Сейчас смотрю. Эффект такой немножечко получается, как золото. Ну, когда сейчас немножечко я еще больше ватру. Видите, он не такой уже яркий. И то, что меня устраивает. Мне это очень нравится. Так. Надо хорошо втереть, чтобы на такое зеркало было. Девочки, сейчас я ватру. Все хорошо. Покажу. Так. Теперь мы берем кисточкой. Все убираем излишки. Будем покрывать топом. Вот. Вся. Такой золотой эффект дает. Такое вот, знаете, нежное-нежное золото. Очень красиво. Так. Так. Сейчас вытиру здесь все. Вот это так. Ну, ладно, я потом закрою. Так. Сейчас мы будем покрывать топом. Топом я покрываю Коди. Очень хороший. Мне нравится он. С ним все хорошо носится. Любые гель-лаки. Покрываем тоненьким слоем. Хорошо промазываем эти пазухи, где запечатываем обязательно. Топ не бежит у меня. Не знаю. Я тоненько делаю. Так. Может быть, просушить, промежуточную просушку сделать. Девочки, сейчас я все покрою топом и покажу вам дальше. Девочки, я покрыла все топом. Сейчас мы вот этот липкий слой уберем. Видите, какой получился эффект. Но он будет посветлее. Мне такой сильный тоже не надо. Сейчас я уберу вот эту втирочку по бокам. И будем делать стемпинг. Я стемпинг здесь сделала. Видите, такой альтразе. Цвет такой вот розовый. Решила. Чтобы он такой был нежненький. Так. Сейчас еще салфеточку возьму. В общем, эффект хороший. Мне нравится, что у меня получается. Очень красиво получается. Здорово. Так. Немножечко. Я потом беру. Все. Эта втирка, она прямо по бокам. Сейчас немножечко хорошо еще. Так. Все, девочки. Возьмем вот этот вот сейчас мы лак. Он от Монтадио у нас. Альтразе. Вот такой вот розовый. Он очень густой-густой. Смотрите, какой густой. И возьмем вот эту плиточку. Номер. Так. 0,2. Вот это вот. Вот эти рисуночки будем сейчас делать. Постель подстилю сейчас. Я буду убрать сюда салфетку, чтобы нам не выпачкать. Все. А то сейчас будет тут все кругом. Он такой липкий этот лак. Ужас. Я вчера делала. Вся буквально заляпалась. Сейчас штампик почищем. Все. Приступим. Так. Я же лак еще не вытерла. Так. Все, девчонки. Сейчас лак закрою. Он у меня высохал. Все. Берем. Значит. Видите, у меня какие здесь рисуночки. Мы, значит, берем вот эти рисуночки крайние. Вот эти. И делаем. Так. Приступим. Так. Теперь какой мне лучше. Сюда. На мизинчик. Маленький, наверное, самый. Вот этот вот. Здесь у меня тоже такой же. Ну, чтобы идентично было. Так. Тут у меня какая-то волосинка уже прицепилась к лаку. Так. С ним можно не торопиться. Он очень долго сохнет. Поэтому. Немножечко вот эту грязь мы убираем. Где грязь. И так. Как мне лучше сделать? Вот так, наверное. Вот так вот. Все. Видите? Что нравится с этим лаком работать? Что можно примерять? Он так, говорю, что очень долго сохнет быстренько. Это можно не делать. Так. Вот этот рисуночек очень нравится. Я разное делаю. Здесь такой, здесь такой. Пискайра по-разному будет. Не обязательно. Прямо это должно одинаково быть. Не обязательно. Чтобы вам видно было, как я делаю. Я думаю, вам видно, наверное. Так. Нежненько получается. Красивенько так. Так. Дальше. Нужно надо прижимать, чтобы лак он немножечко торчит. Вот так вот. Его чуть-чуть прижал. И все. Сейчас гребучек очищу. Так. Давайте теперь, знаете, какой. Вот этот сделаем. Но я его немножечко убираю. Там вот это вот лишнее все. Вот этот рисунок. И не весь я его хочу. Я половиночку уберу. Так. Дима. Так. Так. Теперь вот, что я делаю. Это убираем мы. Вот это вот. Ну, в принципе. Только попробуем. Сейчас посмотрим, что получится. Рисунок очень симпатичный. Так. Ну, в принципе, нормально. Пускай так остается. Не буду я убирать. Я хотела верхнюю вот эту штучку частью брать. Но, в принципе, мне это нравится. Пускай здесь так, здесь так будет. Вот сейчас немножко. Вот эта штучка здесь вот. Пальцами-пальцами. Примять надо, чтобы лак лег. Ну, в принципе, нормально. Так. И теперь у нас два пальчика осталось. Вот из этих каких-нибудь. Давайте сделаем. Так. Вот этот вот симпатичный очень рисуночек. Давайте его. Так. Пластиночка отличная. Так все. Немножко плохо взялся. Видите, я мы сейчас переделаем. Я с ацетоном не хочу возиться, знаете. Потому что потом руки такие сухие. Когда это все стирать. Вот это сейчас я, честно говоря. У меня эта штучка еще не пришла. Палочка, которая хватает ватку. И все это делать можно. Немножко надо в пазы. Так вот. Хорошо. Потереть пластиночку. Так. Все протерло. Так. Теперь давайте возьмем рисунок. Наверное. Вот этот тоже интересно. Вообще не знаю. Они все красивые такие. Вот этот тоже. Но я его, наверное, сделаю. Вот этот вот. Я весь не буду. Действительно. Я его сейчас ополовину. Потому что он длинный такой. Так. Где мой штампик? Теряюсь. Вот смотрите. Я, наверное, не знаю. Или весь сделать. Давайте везде. Нет. Это много будет. Потому что это как-то немножко. Я, наверное, вот эту часть уберу. Серединку. Вот там. Видите, здесь можно как с ним играться. С этим лаком. Можно что-то убрать, не торопясь. Он классный. Вот где он у нас. Ну вот с пластинами. Кикен Сиси. Или Сиси Сиси. Он почему-то не весь подходит. Потому что он сильно густой для этих пластин. Вот пару лаков они идут. А остальные там такие густые. Или их надо подогревать. Или что-то. Смотрите. Так. Еще у нас сейчас большой пальчик остался. Вот этот. Давайте рисунок сделаем. Наверное. Вот этот вот. Пошире мне надо вообще-то. Или вот этот вот побольше. Давайте вот этот. А большой надо что-то побольше. Поэтому вот этот, конечно, не подойдет на те пластины. Он сильно густой. Так. Так, наверное. Так, лак замечательный. Что он долго сохнет. Это вообще супер. Так, чем бы мне прижать. Вот здесь. Вот видите. Мне как будто от штампика. Когда делаешь. На штампик прилипает чуть-чуть. Надо немножечко прижимать. Все. Все прижала. Ну, супер получилось. Здесь так. Здесь так. Пускай по-разному будет. Так, девочки. Теперь сейчас мы все топом покроем. Сейчас я это все уберу. Все такое липкое. Ой, ужас. Так, немножечко сюда. Так, отключу. Так, сейчас покрываем топом. Коди. У меня вообще-то здесь немножечко налито. Так, тоненьким слоем на два раза мне надо. Чтоб тоненький слой был. Приспособиться-то, господи. Неудобно на камеру. Стемпинг лак обязательно на два раза. Иначе он весь облезет. Пару раз руки помоете, и все. Чтоб хорошо его закрепить, надо два раза. Сейчас, девочки, я немножко просушку сделаю промежуточную. Чуть-чуть поставлю, чтобы он закрепился. Все. Чтобы он у меня на бок не стек. Хотя он не вяжет. Так. Немножко вот так вот. Так. Бока мне надо хорошо промазать. Сейчас я немножечко промажу. Извиняюсь, что с кадра вышло, но мне надо немножко. Мне неудобно. Бок промазать. Так вот. Видно вам? Не видно? Прям не знаю. Так. Пузырей вроде я не вижу. Нормально. Сейчас, девочки, я просушу чуть-чуть. Тоже немножко. Так. Все. У меня здесь налитый лак, поэтому я беру из такой с дозочки. Бока промазываю хорошо. Так. Красиво получилось. Так нежненько. Все. Сейчас еще раз, разочек. Ну и сейчас пальчик большой у нас остался. Все. Кожа сухая вокруг. От этих всех металей. Жидкости я имею ввиду. Так. Вам не видно опять. Так. Сейчас немножечко еще возьму. Тут-тут. Бачки надо хорошо промазывать. Так. Ну все. Вроде потом на второй раз здесь немножко чуть-чуть не то. Сейчас, девочки, я просушила. Девочки, я просушила. Смотрите, да. Сейчас я на второй раз буду покрывать эту ручку. Сейчас я быстренько покрою на второй раз. Да. Все уберу и покажу вам. Девочки, ну все я сделала. Смотрите, что у меня получилось. Вот такой результат. Очень довольна. Очень нравится. Вот. Такие ноготочки у меня получились красивые. Вот. Я думаю, что видно хорошо. Вот. Так вот. Так вот. Использовала я штампик Борн-Претти, Монтадеонос, фтирочка вот такая от Борн-Претти, Русалочка. Вот эти вот, как называется правильно, опция. Камуфляжики. Они вот разные. Я сейчас вам даже покажу. Вот этот транспарентный такой прозрачный. Так. Сокрыт правильно. Вот этот вот. Вот этот номер транспарентный. Что у нас тут номера? Что-то нету. Подождите. 15 миллилитров. И номер что-то не стоит, что ли. Вот этот вот, короче, первый тон. Видите, какой. Он розоватый такой, светленький. Но вообще не на ногтях по-другому смотрится. Вот этот вот. Так. Так, это первый тон. Да, вот это второй тон. По-моему, я использовала сейчас второй тон. Да, вот этот я использовала. Но он совсем светлый. Он, кажется, в баночке тёмненький. А на самом деле он светлый. И третий тон. Ведь я все три выписала. Потому что я не знала. Ну, не выписала, купила. Не знала, какие мне это. Этот более такой, более персиковый подтон идёт. Хороший, кстати. Блеск имеет такой классный. Потом, что я вот этот лак использовала, делала. Амбре. Сейчас очень модно. Даже, допустим, не амбре можно делать. Амбре тоже и блёсточки туда добавлять. Это как, получается, опалы. Да, опалы. И Коди использовала топ. Базу Коди использовала. В общем, вот эти продукты все я использовала. Ну, и вот такая пластиночка у меня. Вот. Мой Лондон. Такая вот. Вот эту я использовала. Вот эта вот. Как она называется? Деко. Очень хорошая пластиночка. Это из новой коллекции у них. Вот. Видите, такая новая коллекция. Очень хорошая. Посмотрите, присмотритесь к ней. Вот, допустим, если хотите лак открыть, красивый лак показать, то вот эта пластиночка как раз вот она. Там рисуночки такие на полмоготочка, как я себе сделала эти. Так что, девочки, спасибо всем за просмотр. Всем хорошего настроения. Всех с праздником. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр.